Пока еще здесь немного гуляющих, но скоро новая пешеходная зона заживет полноценной жизнью. Общая протяженность тропинки не более 200 метров, но по сути это не просто еще одна дорожка. На ней будут расположены несколько объектов, на которых смогут найти себе занятия по душе и дети, и молодежь, и взрослые жители Видного. Там есть ряд зон. Зона настольного тенниса, зона спортивная, потому что не надо забывать, мы пообщались с спортсменами. Мы там делаем одну спортивную зону, это так называемая зона воркаут, вторники, брусья, пресс покачать. Ну и чуть дальше, если левее идти, мы делаем, конечно же, и детскую площадку, это для мамочек важно. Проектирование пешеходной зоны началось в мае нынешнего года. Строительство уже в июле. Эта дорожка соединит центр города с храмом Александра Невского и новым торговым центром, открытие которого планируется совсем скоро. Огромное количество людей, это архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, идеологов. Это команда, которая работала над идеей этого объекта, для того, чтобы жители получили яркую изюминку, яркую доминанту города. Во время недавней акции «Наш лес, посади свое дерево» здесь дополнительно высадили березовую аллею. Глядя на эти ухоженные тропинки, уже не представляешь, как все выглядело без них. Мы живем в этом доме и гуляем с малышом в этом замечательном парке. Раньше тут, конечно, было не очень хорошо, теперь стало отлично. Что здесь было? Ничего не было, бомж-притон тут был. На днях начнется установка малых архитектурных форм, возведение детской площадки и спортивных тренажеров. Все работы планируется закончить уже к середине октября. Для нас важно действительно комфорт и удобство для самого жителя, и мы это замечаем. И в данном случае будем идти дальше в этом направлении, побольше таких создавать зону. Это наша основная задача, с которой мы должны дальше идти. Этот проект стал еще одним шагом в развитии пешеходной инфраструктуры города Видное. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.